То есть вы теперь понимаете, что были тезисы коринфян и антитезисы Павла. Павел реагирует на их тезисы. Часть фраз включает и какие-то кредо, какие-то споведания, но и отвечает. В данном случае знание надбивает. То это знание не просто, что вы там где-то получаете образование, учитесь, и это вас, ну, знание может, конечно, надбивать, но гордого человека могут многие вещи надбивать. То есть он от чего хочет может надбиваться. Но в данном случае это не то знание. Я тут нарисовал коринфскую елочку. Это как раз мне выпало проповедовать на Новый год. Там шло по плану, думаю, ну что там можно. Я как раз использовал новогодний символ елочки, чтобы показать риторику, вот эту структуру, риторическую этого послания. Смотрите, вот с первой главы по 15 это само ствол, древо, да, то есть это основная мысль. То есть проповедую о кресте распятом. Распятый крест, ой, Христос распятый на кресте, или крест Христов, это есть стержень, да, вектор, это есть основа. И вплоть до 15 главы, где говорится о воскресении. О воскресении Христа, в общем, то есть это как древко, да, это как ствол. И все эти вот элементы, это вот три такие большие, ну, более-менее, я так немножко обобщил, там может быть больше мелких таких, трех таких хиастических конструкций. Это очень важно. Это не то, что так вот, ну, то есть если мы эти вещи наблюдаем, увидели, мы очень многое, что можем понять. Например, первая такая, ну, нижняя часть елочки, да, с первой по третьей главу, в центре там, 2.16, да, а мы имеем ум Христов, потому что там дискуссия, контраст между мудростью Божией и мудростью человеческой, да, и там идет сложная аргументация. И там есть, Павел говорит, что вы не раз... Я не мог с вами как с духовными общаться, да, как с младенцами. Почему? Потому что у вас распри, ссоры, зависть. Говорит, вы, вы плотские. То есть он говорит, младенцы, вы плотские. То есть почему? Потому что вы возомнились, что вы, ну, люди Духа, потому что вам кажется, что вы уже как ангелы. И то, что, ну, на самом деле вы младенцы, вы дети. И эта проповедь я назвал, внимание, фальсификация. В Коринфе под видом взрослой, ну, пищи появилось детское питание. То есть, ну, такая идея, что детское питание рекламируют как настоящую взрослую еду, да. То есть дети, и там такие, ну, я подобрал фотки, кто видел такого фотка злого малыша такая, вот есть там в интернете, он там в разных, там, обличьях. И даже как Гитлер, там, солдат, ну, он остается малышом, ребенком. И вот в таком духовном смысле вы дети, вы ругаетесь, у вас распри, ссоры, зависти, то есть вы плотские, вы не люди Духа, потому что дела Духа совершенны. И в центре там, говорит, а у нас есть ум Христов. И часто, если понимать в отрыве эту фразу, ум Христову можно, ну, все что угодно придумать. То есть ум Христов, это значит контраст или противовес, отличий, вот такого мышления, да, вот на, или как это, который ведет действие раздробленности, к ссорам, к зависям. Ум Христов – это четкое понимание смысла и цели общины, как тело Христа, которое созидается в любви, в смирении, да, то есть в центре между вот этот вот крест Христов, но там вот у нас есть этот ум Христов, потому что это древко, да, вот это вот оно вот упирается, это центр. Ум Христов какой? Знать смысл и назначение общины, в которую мы включены. Следующая конструкция, ну, там еще можно, я забыл написать, это 4-5, не так важно, 5-7, 5-6, 5-6, да, помните, об луде, о распрях, то есть то же самое, он говорит, что тело, что он делает? Он двигает, он двигает, здесь вот так нарисовать, надо нарисовать, я не могу без картинок, без слайда, очень сложно. Дальше, и вот сейчас следующая конструкция, 8-9-10, да, в центре 9. Восьмая глава, он поднимает этот вопрос с этим знанием. Мы сказали, что вот такое знание, знание коринфян, которые считают, что они, их богословие, действительно, монотеизм, монотеизм, или богословие Израиля, монотеизм, это деконструкция всего языческого мира, то есть он подрывает все вот эти вот мифическую картину мира, все вот это вот, как устроен мир, подрывает, ничего не остается в месте. Действительно, есть знание о том, что один бог в этом мире, творец неба и земли, и все принадлежит ему, как им идолам. Это правильное знание, но такое знание надмевает, потому что это знание не учитывает другого. Он не учитывает того, что... И вот здесь, смотрите, в 5-6 стих очень важно, Павел корректирует, то есть добавляет к их монотеизму, делает такую христологическую реинтерпретацию монотеизма. Павел предлагает христианам реинтерпретировать монотеизм в христологическом ключе. И затем показывает, как фундаментальная еврейская возможность не просто выживать в мире или как-то поддерживать свою идентичность, но бить язычество именно по своим правилам. И он предлагает теологию воплощения для церкви в языческом окружении. Для Павла единый истинный бог Шемы открылся в Иисусе из Назарета. И даже если есть так называемые боги на небе или на земле, а таких, кого называют богом, много, и таких, кого называют господином или господного, но для нас лишь один бог Отец, из которого все возникло, да, все, и даже это мясо жертвенное, и для которого мы живем. И один Господь Иисус Христос, благодаря которому все возникло, и благодаря которому мы живем. И смотрите, он к Шеме добавляет уже христологическую составляющую. Один бог, из которого все, и один Господь Иисус, благодаря которому все и которому мы принадлежим. Вот они на одной полочке. И Павел предлагает теперь смотреть на строгий монотеизм, на бога через Христа, и с позиции доктрины монотеизма в этот мир тоже через Христа. А к чему это приводит? А это приводит к тому, что здесь работает разум Христов, что еще одна категория включается в это знание, любовь, которая созидает, которая не в водной логике, да, вот истина – ложь, мы знаем ложь, вот мы знаем истину, но ведь это неправильно. Это ваше знание, оно разрушает само дело Христа в этом мире, его общину, и вам нужно переключиться. И вот в 9 главе, Павел 9 главу посвящает чему? Вдруг прерывается беседа и, ну, в смысле, эта мысль – «Разве я не свободен, Павел? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом не результат моих трудов? Для других я, может, и не апостол, но для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами. «Разве у вас нет права есть и пить? Разве нет права жениться и возить с собой жену нашу? А разве у нас нет права есть и пить? Разве нет права жениться и возить с собой жену из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или кифа? Или это только у нас с Марнавой нет права не работать? И вот дальше Павел показывает, что по сути он же имеет то же, что он не имеет права. То есть коринфяне, у них была претензия, у них есть право на свободу. Право и положение. Он говорит, а что, у меня такого права нет? И дальше он показывает свой пример смирения, что он намеренно отказывается от каких-то своих прав в пользу. Говорит, я иногда отказываюсь от права апостольства получать, потому что, помните, седьмой стих, а какой наемник воюет на собственные деньги и так далее, и так далее. Но он отказывается от своего права. То есть у него очень много прав, но он с легкостью от них отказывается, чтобы созидать общину. Хотя я свободен с тих 19, никому не раб. Я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С евреями я вел себя, как еврей, чтобы приобрести евреев. То есть с людьми, исполняющими закон. Я вел себя, как человек, исполняющий закон. Хотя я и не подвластен закону. То есть он мог себе... Я свободен. Но он смиряется. Для всех он сделал со всем, потому что у него есть цель. Он проповедует крест. Крест – это уже символ смирения. Крест – это уже смирение. Это уже отказ от своих прав. В послании к филиппийцам Павел скажет, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным, но смирил себя, уничижил себя. Крест – это символ отвержения своих прав и смирения. И Павел следует этому примеру. С теми, кто не знает закона, вел себя, как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи под властью Христу. Чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем, для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это делаю ради Евангелия. Чтобы самому стать сопричастным ему. И заканчивает он Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так. Проблема. Десятый. Десятая глава, 31-й, 33-й стих. Так вот, едите ли, пьете ли, что бы вы ни делали, все делайте ради славы Божьей. Живите так, чтобы не вводить в грех ни евреев, ни греков, ни церковь Бога. Как я, который стараюсь угодить всем, ища не собственной пользы, а пользы многих, чтобы они были спасены. Вот заканчивается, вот видите, нашу елочку, 10-я глава, да, начинается проблемой, что они свободно едят, все, но заканчивается, едите ли, пьете, делайте для славы Бога и для созидания церкви. Вот это вот коррекция, да, знание, оно длевает, а любовь созидает. Делайте это с любовью, чтобы не вводить в грех ни евреев, ни греков, ни церковь Бога. Как я. В 9-й главе это он все показывает, в центре показывает свой пример следования Христу. Опять же, на этом вот христологическом древке, стволе, да, то есть там он говорит, у Христов здесь поведение Христа в нем, здесь подражание Христу. И вот это очень важная такая христологическая настройка на эту доктрину монотеизма, да, которая вот, знание которого освободило некоторых от всего. Говорит, да, по сути, вы правы, вы покупаете мясо, без исследования, не проблема, но не ешьте это в капище. Потому что здесь есть проблема, он пишет, что, вот когда мы смотрим конспект, да, вот пример Павла, как жить свободой во Христе. И если в начале, в начале, вот видите, разрушение от знаний, он говорит, что вы разрушаете этим знанием других, то в 10-й главе он показывает, что Бог их может разрушить, что вы сопротивляетесь Богу. И приводит пример Израиля, что если вы там непокорны, начинаете искушать, то смотрите, вас Бог может разрушить. И не ропщите, как роптали, да, все это случилось с немецкими ходилами, чтобы послужить уроком нам. Это написано, чтобы предостеречь нас, живущих, приедущихся в конце мира. Так пусть каждый, кто думает, что твердо стоит на ногах, смотри, чтобы ему не упасть. То есть он думает, что он благодаря знанию, каким-то доктринам твердо стоит в учении, в свободе. Он говорит, так вот смотри, если ты так думаешь, что стоишь твердо, можешь упасть. Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен, он не допустит испытаний, которые были вам не под силой. Но к тому же во всяком испытании он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегайте от идола поклонства. Я говорю с вами как с разумными людьми. Подумайте сами над тем, что я говорю. То есть он говорит, ну вы разумные. Чаша благодарения, за которую мы благодарим Бога, не приобщает нас к крови Христа. И хлеб, который мы ломаем, разве не приобщает нас к телу Христа? Поскольку хлеб этот один, то все мы, хотя нас и много, становимся одним телом. Потому что делим на всех один и тот же хлеб. Видите, он уже тело смещает, слово тело смещает контекст, что уже наши общины, мы вместе. Тело, в принципе, образ тела использовался в античной философии у стоиков. Тело, это был космос, который был устроен логосом. Разумное такое. И телом считалось полис, то есть город. Поэтому, когда Павел использует для церкви метафору тела, то есть она была готова уже в ходу у стоиков, то есть в античном мышлении. Это город, полис четко настроен своей жизнеполитической, экономической, социальной. И это сам универсум, сам космос. Слово космос, это порядок, упорядочил, где логос все упорядочил. Стоики, это одно из направлений философии того времени, стоицизм. И, по сути, во времена Павла, вот две такие влиятельные, самые влиятельные школы, это стоики и эпикурейцы. Мы их встречаем в Ариапахе, в Афинах. То есть, видите, он опять поднимает вопрос идоложертвенного, говорит, что у вас есть знания, и вы хотите быть свободными, но это знания разрушают других. Показывает пример Павла, что он ради того, что он знает, многим пользуется, он подчиняет себя закону, хотя он свободен от закона, потому что хочет прибыти. Что-то есть большее, что-то есть вышее. Это пример смирения Христа. Это не то, что в Карифе нам будет, в Риме нам тоже есть сильные и слабые. То есть, поэтому мы уже сразу так начинаем вспоминать тексты, потом нашу, каждое письмо, каждое послание, оно контекстуально, оно имеет свой особый контекст. И прежде чем мы будем эти тексты применять в жизни, строить этику или богословие, очень важно знать их первоначальные контексты, первоначальную риторику. Есть, да? Христологическая настройка на веру в единого Бога позволяет включить другую категорию – любовь и смирение, а не просто знание о какой-то потрясающей доктрине, что все ложь, идол в мире – ничто. Помимо знания есть еще любовь. Вот любовь созидает. И он здесь вводит еще одну категорию, очень важную, такую таблеточку для исцеления этой церкви. Это любовь и подражание Христу. Следующий переход очень интересен. Это уже главы 11-14. Ну и дальше он показывает, да, что свобода есть, это 10-24-31. Это есть не свобода от, а свобода для того, чтобы созидалось тело. Будьте свободны во Христе по-настоящему, да? Смиряйте. Вот что, как я, Павел, разве я не свободен, но я себя смиряю? Вот он приводит пример. Так, следующее у нас такой вот, это какая, страничка 3, да? Вот опять, видите, я вам просто, я еще сделал вам такую вот, такую вот структуру. Хиас, потому что здесь чаще всего бывают проблемы, и здесь еще одна такая риторическая схема, сеть, которую Павел закидывает. И начинается она, то есть заканчивается призывом, подражайте мне, как я Христу. По сути, это завершает предыдущий раздел. И начинает последующий. Он призывает дальше хранить предание, да? Подражайте мне, как я подражаю Христу. Потом, хвалю вас за то, что вы всегда меня помните, за то, что верно храните все, что я получил, что я получил, передал вам. Ну, не знаю, насколько они верно все хранят. Если все верно хранили, то не было бы такой интересной переписки, безуменее. То есть, ну, Павел так говорит, напоминает им предание, скорее всего. Были те, кто действительно все это хранил. И вот первый раздел. Смотрите, я это назвал разделом «Порядок в собрании тела» или «Порядок на богослужении». То есть, ну, это здесь, например, порядок, опять тело, да? Здесь будет в центре тела. Давайте внимательно посмотрим в структуру. Опять же, с чего начинается? Начинается с поведения женщин. То есть, Павел начинает обсуждать поведение, вопрос поведения женщин на богослужении. Затем переходит к порядку в собрании, и поднимается вопрос вечери. Ну, порядок на вечере нужно считать так, что беспорядок был там на этой вечере. То есть, порядка там никакого не было. Потом он переходит к главе, глава посвящена духовным дарам. Тринадцатая глава, глава любви или гимн любви. Потом снова, видите, идет разворот. После того, как мы подошли на вершину, на пик, да? Вот смотрите, вот на пик туда, к тринадцатой главе. Павел вновь возвращает нас к духовным дарам. То есть, в свете тринадцатой главы, в свете любви, то есть, на вершине любви мы теперь пересматриваем понимание даров, их использования. Затем снова пересматриваем порядок на богослужении. И вновь заканчивается поведением женщин. И заключительный призыв к порядку. Дорогие сестры, я никакой проблемы здесь не поднимаю. Эта проблема вот поднята Павлом. Нам нужно тоже... И это тоже проблемные тексты для этики церкви. Потому что эти тексты одним запрещают что-то. Ну, как первое упоминание о поведении женщин. То есть, я крестился в такой церкви, евангельской, евангельской, где сестры заблуждены, носят покрывало. И по сей день так оно происходит. Опирается на этот стих. Также последующее обсуждение о поведении женщин буквально интерпретируется, что в таких вот подобных церквях, в многих церквях и в христианской традиции, женщинам отказано учить, проповедовать. Я же не говорю, там, быть пасторами или пасторшами, там... Ну, почему-то можно учить в воскресной школе. Вот. А уже... И поэтому было такое даже... Не помню, какой семинар... Просто как это в семинарии, там, женщина учит, например, там, Ветхий Завет, да? Были возмущены. Когда женщина учит английский, русский, ничего. Ну, как с детства у нас, учительница области. То есть есть еще проблемы. Вот. Эта проблема может быть... Они есть и на Западе, кстати. Поэтому здесь обычно берется за основу вот этот текст. Также старая война Баптистов-50-тика по поводу языков тоже берется отсюда. И война не прекращается по сей день. То есть она уже не такая остра. Эти конфликты уже затерты, уже никому это не интересно. Но в начале, особенно когда, ну, в семидесятых, по-моему, когда восьмидесятых советская власть, она загнала в одну церковь баптистов-50-тика. Вот тебе представить, что это было. Вот на церкви Серова, как мне вот рассказывали, один выходит проповедник, он может баптист. Наоборот, выходит, наверное, 50-ник будет призывать к крещению Стопим Духом, потом выйдет баптист, будет все это перечеркивать. Потом снова 50-ник будет, и вот о чем там кафедра, это было не для наставления церкви, для войны догматик, войны теологии. Опять же, это послание Коринфянам. Одни опираются на нем, доказывая, другие опираются на нем, опровергая. Вы помните, и те, и другие будут неправы, если будут думать каменной логикой. Потому что Павел здесь, в отличие от риторики Галатом, он не рубит, он не режет. Он же работает с людьми, которые были вышкалены в риторике, в тонкой системе аргументации. Поэтому, если мы не поймем эту риторическую сеть, эти аргументации, то есть мы так и останемся. Очень тонко. Видите, вот это вот такие вот три, как минимум, концентрические фигуры лежат. И нужно понять контрасты и вот пиковые моменты, где этот контраст разрешается, где эти противоположности разрешаются. Вот переходим к нашему сложному такому разделу. Призыв к подражанию и хранить предания. Потом поведение женщин. Но у меня нет времени, это не ваша проблема, я так понимаю, объяснять, нужно покрываться или нет. Но я даже в своей церкви говорю, что я даже не буду об этом говорить, потому что у нас тоже нет такой традиции. Нет, все-таки интересно, женщины захотели, чтобы я потом сидел. Ну, хорошо. Проблема в том, что мы говорили, что в этом городе было несколько, ну, очень много религий и были культовые жрисы, ну, вот, языческих храмов. Рядышком были дельфийские мистерии, да, то есть, и там были пророчества. То есть, какое-то было участие, и при этом активное участие женщин в языческих культах. Скорее всего, это было связано с тем, что у них как-то с волосами было, ну, не в порядке, ну, то есть, не так стандартно. Потому что, если мы понимаем, что призыв Павла покрывать голову, это значит, что женщины должны ходить там или в паранже, или в платочке, то мы неправильно поймем, потому что не то, чтобы в Израиле женщины покрывали голову. В те времена, Коринф в те времена был более под влиянием, то есть, он был когда-то греческий, влиянием греческой культуры, в то время он был под влиянием римской культуры. Но, тем не менее, это не так важно. Просто можете взять и сдать даже вот так, вот загуглите там вот такая вот, там, женщины античного там такого-то периода, то есть, и там изображение. И вы увидите, что все женщины, молоденькие девочки, были с покрытыми головами. То есть, покрытая голова не была доктриной, были матроны, где было такое, знаете, во-первых, как минимум, волосы должны были быть собраны в какую-то прическу. Есть такой брелеф, где там пять или шесть девушек, подросток, у них всех волосы собраны. Римские матроны, то есть, волосы были всегда какая-то, были убраны, собраны. Какая-то такая вот здесь, какой-то обруч, и могло быть покрывало. А могло и нет. На этих брелефах на кладбищах есть, ну, такие изображения, где, допустим, муж с женой, видно, что муж с женой. И жена не покрыта, но волосы четко собраны. То есть, и были покрывалы, и не были, вопрос всегда, волосы были собраны. Плутарх в морали, отвечает такой обычай, правда, греков, ну, по сути, форма матрица одна, коринф, и это было типично, что их девушки распускают волосы там на похоронах. То есть, распускание волос, это что-то было такое особое. То есть, социальный язык или социальный код был прописан четко. Женщина появлялась в публичных местах с убранной головой. Это было так же типично для античного греко-римского мира, как и для ближневосточного или еврейского. Поэтому говорить прописные вещи, которые были и так понятны, непонятно. Скорее всего, вопрос шел в том, что некоторые женщины воспроизвели поведение женщин-жрисов, которые были лидирующие в мистериях или в богослужениях этих культов, подобным образом. И это, конечно, сразу сравнивает церковь с этими практиками. Поэтому Павел призывает их к порядку, что есть Божий порядок во Вселенной. Наш язык, я специально сделал для церкви фото Юлии Тимошенко, где она в обычной своей стандартной прическе, потом такая где-то на вечере в вечернем платье, там распущенные волосы, и где-то в храме там такой вот. У нас другой социальный язык. Есть прическа для официальных каких-то, есть просто обычная прическа, и люди идут в храм. Но у нас не ходит Юлия Тимошенко всегда, а там всегда она ходила. Поэтому то, что, до мой взгляд, то, что женщины приходят в храм или в молитвенный дом и одевают покрывало, то это не то, что имел в виду апостол Павел. У нас другой язык социальный. Да, на востоке немножко, даже сейчас, ну, я уже хиджаб, даже не имею в виду хиджаб, а, например, туристки наши отмечают, что вот кто посещает Египет, да, чаще наши женщины там в Турции, где-то в Египте могут быть объектом, ну, не то чтобы там таких грубых приставаний, но могут быть там, особенно это любимое имя Наташа. Я когда был в 91-м году в Стамбуле, там все девочки Наташи, Наташа, Наташа. И всегда там в догонку что-то, при том, что культура более-менее там чуть сдержанная в этом отношении, там, ну, не было таких, но всегда девушка будет объектом такой вот приставаний, то есть, ну, в хорошем смысле, и, может, и плохом, но если она оденет платок, все, она чекчелите в домике, она защищена. То есть их культурный язык, то есть их код культурный запрещает, если девушка покрыта, женщина покрыта, все, никаких, и не рели туристские, что когда они одели платок, все, спокойно может ходить, никто к ней приставать не будет. Не совсем такая ситуация, хотя речь идет о власти мужа, может быть, отчасти это тоже было то самое сложно. Но у нас есть другая культурный язык замужества и незамужества. Конечно, в покрывало сразу больше бросается в глаза, чем в кольцо. У нас другая культура, поэтому как мы применим? То есть где поверхностная структура, да, то есть где глубинная структура, то есть какой фундаментальный принцип лежит в этой практике. Поэтому я думаю, не знаю, вам понятно, о чем идет речь? То есть особо на этом становится не нужно. Поэтому порядок там четкий. Женщина должна быть, женщины имеют право участвовать в богослужении, но они должны соответствовать какому-то порядку, который павел, что есть какой-то порядок. Конечно, видна активная мужская роль, это патриархальное общество. И, может быть, некоторые поняли Павла, когда он говорит, что нет во Христе Иисуса ни мужского, ни женского пола, очень буквально и очень новаторски. Так что Павел, может, не хотел идти в виду такого контекста, слишком далеко. Плюс это могут быть какие-то установленные... Человек придет и какие-то параллели явно не с церковью, потому что все-таки церкви были похожи еще на синагоги. Поэтому вот это напряжение между свободой и порядком, он существовал тогда и есть. Здесь писанных законов в Галахе нет. Здесь наша жизнь в духе. И вот эта настройка, не каменная логика, есть, нету, истинно, ложная. Можно взять. К чему это приводит? Идет ли это действительно к христоподобию? Идет ли это к созиданию церкви? Если этот элемент разрушающий, то это проблема. Поэтому Павел намекает, что им нужно, в связи с общими приличиями, если бы мы с вами бы организовали церковь где-то, не знаю, на Ближнем Востоке, евангельскую классную, я думаю, что женщины бы ходили так, как это в культуре, потому что это просто бы, как минимум, никто бы не слушал, максимум это было просто бы вызывающе. Есть такая контекстуализация, то есть мы должны как-то соответствовать. Хотя сейчас другой мир. На том же Востоке есть вполне дестернизированные типы, или мода, или общество, и есть такие немножко, так сказать, консервативные и традиционные. Идем дальше. Порядок собрания, время поведения на вечере. И вот Павел говорит, что перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваши собрания. От них больше вреда, с тех 17, чем в пользу. Во-первых, когда я слышал, что вы собираетесь по лицам Божьим, у вас бывают раздоры. Отчасти верю, среди вас должны быть и разногласия, чтобы вывестились кто из вас и выдержал испытания. Так вот, хотя вы собираетесь вместе, это нельзя назвать трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно бы поесть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите, и тут вот ближе, или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить? Нет, за это не похвалю. Вот в этом вопросе унизить неимущих, есть ли ответ, как Бог Адаму? Или ты ел от дерева, которое я тебе запретил, чтобы ты ел? То есть в самом вопросе уже есть заложен ответ. Ведь я самого Господа узнал, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, который был предан, взял хлеб, благодарил за него Бога, разломил и сказал, это мое тело, которое за вас отдается. Дальше знаете, да? Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Тело, это мое тело, виновен перед телом Господа, речь идет о Сиси Христе. Но пусть человек сам сначала испытывает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу, потому что кто, кто ест, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. В 29 стихе речь идет о теле, как о церкви, не признавая, то есть не различая, это слово греческое, не различая, не понимая тело. То есть видите, в нескольких глав Павел вводит тему тела. Сначала вопрос нашего тела, оно очень важно, мы причастники тела Иисуса Христа. В 10 главе тоже поднимается, и доложит иногда, то есть снова поднимается вопрос тела. И сейчас подходит тому, что есть тело, то есть мы, если мы всякие, кто ест хлеб Господень и пьет неподнимающего мороза, длинное перед телом и кровью, а потом, потому что тот, кто ест и пьет, не признавая, то есть тело церкви, ест и пьет свой приговор. Так, все. А где, смотрите, в церкви не было своих молитвенных домов, синологи, скорее всего, им отказали арендовать помещение для своих мессианских собраний, ну, на настоящее, вряд ли вас примут, здравствуйте, мы мессианские евреи, вот там, ближайшие синологи, мы хотим по вечерам вас тут проводить, богослужения. Тоже в субботу, не переживайте, все нормально. Что он скажет? Ну, понимаете. До того, как до эпохи Константина, когда христианство стало легитимной религией, когда она начала получать свои здания от бывших тоже, кстати, языческих храмов, от этого слова церковь, от славянской цирка, английская черчь или немецкая кирхи, оно произошло от греческого тонкуриакон, то есть господня, господня, то есть это здание уже господне. Но это уж третья вера, четвертый век, то есть это очень долго, значит, собирались, либо синагоги превращались в церкви, не было таким массовым влиянием, либо в домах богатых, по-неменее, спроможных римских граждан, ну, христиан. Туда все приходили, и рабы, и все. И там, внутри дворика, зайдите там, на сайты, посмотрите там, римский дом, там такой эпохи, вам все устройство покажут. Больше сорока человек, вот по раскопкам, ну, нормально, то есть комфортно собираться не могли. Это была домашняя церковь. Домашняя церковь, конечно, была, в первую очередь, те, кто крестился весь дом, это домашняя церковь. Это не то, что сейчас модно, там, simple church movement, там, простые церкви, вы там, вы приходите ко мне, домой, это не домашняя церковь в Библии, мне помню доказать, это библейская, библейская. Это был реальный дом, где, если я, ну, был патер, отец, да, всегда патери, отечество, то есть крестился весь мой дом, то есть мои дети, мои рабы, мои слуги, все. Это домашняя церковь, деяние апостола. Это не те церкви, которые мы привыкли понимать, есть, не те церкви, которые собираются в доме. Это не те домашние церкви, которые мы сейчас говорим, то есть, хотя сейчас мы можем собирать, где вот, но когда мы опираемся на Библию и доказываем, там большая ошибка. То есть можно сказать, что церковь может везде собираться, и дома, и в парке, и в лесу, и под пальмой, и на лодке, и в храме, да, но просто когда начинают списание выводить. Так вот, и в чем проблема? Вот оно влияние мира еще одно. То братство, которое дарует собой новая община, мессианская община, в мессии Иисусе Христе, то свержение, то то избавление от социальной несправедливости, стратификации, которые несет все вы, да, вот, омылись, очистились одно тело, и причастие, то есть собрание вечера Господня, это самый видимый знак этого единства, этого братства, это как суббота в Израиле, которая уравнивала всех перед Богом, да, потому что все участники завета, все участники искупления, вот это вот, это пасхальное, особенно, или пасхальный седр, причастие, все это старое, это ретерпетация еврейской истории, только уже в мессианском, в христианском ключе, то есть мы снова празднуем исход, мы снова празднуем искупление, снова празднуем единство вот этого народа, да, то есть общины, и что происходит? Вот есть несколько таких параллелей с античными пиршествами, которых в те времена в римской культуре приглашали люди к себе, знатные люди всех домой, на обед устраивали пиршества, но люди рассаживались и кушали согласно своему социальному статусу или ранжиру. Вот несколько, вот одна вот, ювенал посвятил этой практике целую сатиру, вот из, значит, из Барсиала, который в своей эпиграмме в кухе и прах разносит хозяина дома, в котором был в гостях. «Если зовешь на обед не рабом уже, так было прежде, что же обед не один нам подается с тобой? Устрец себе ты берешь, что в луквинских водах упитались, я же улитку сосу, рот обрезая себе. Гриб благородный ты ешь, для себя я свинух получаю. Ты занялся камбалой, будет с меня и леща. Горлица желтая даст для тебя твою жирную гуску, мне же сороку дают, в клетке она умерла. Что же мне обедать с тобой, без тебя, коль обедаю понтик? К счастью, это имя, он не понтик, в смысле слова понтына. Имя, понтик. К счастью, подачек уж нет, будем уж кушать одно. Что это показывает эпиграмма? Что на обеде разные были блюда подавали, разные количества, хотя ты позвал меня не как раба, а как друга. То есть, так вот, будем же, уже нету подачек, уже прошло время, и такой призыв в конце этой эпиграммы, будем же кушать одно. Дальше Плиний Старший пишет, но это уже не стихотворной формы, описывает, слишком долго рассказывать о том, как мне случилось обедать у человека, которому я вовсе не доводился близким другом. Его изысканная экономия, это экономия, от слова эйкос, дома управления, да, управление дома, отсюда вот экономика, как он так называл, показалось мне крайней скупости. Перед ним и горсткой избранных гостей ставили лучшие блюда, а перед остальными дешевые объедки. Даже вино трех видов было подано в крохотных фляжках, не для того, чтобы гости выбирали то, что им по вкусу, а для того, чтобы никто не смог отказаться от того, что ему было дано. Одно было для хозяина и для нас, другое для гостей рангом пониже. Все гости у него были сортированы. Третье для его и наших вольно отпущенников. И вот примерно то же самое вдруг начало происходить в собраниях христиан. Богатые обжираются, едят хорошо, а братья из менее социальных таких, нижних слоев, а есть еще и рабы, едят объедки. И Павел говорит, это не есть вечеря Господня. Вы не различаете тело перед ним.